МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, подготовленный журналистами Саянского телевидения. Сегодня в выпуске Саянск принял участие в предварительном голосовании Единой России. Ремонт детского сада номер 10 будет завершен. Чиновники мэрии Саянска отчитались о своих доходах. А теперь об этих и других событиях более подробно. 22 мая партия Единая Россия по всей стране провела предварительное голосование, по результатам которого будет сформирован список кандидатов в депутаты от партии на выборах в Государственную Думу 7-го созыва. В Саянске также голосовали за кандидатов в депутаты Законодательного собрания Иркутской области по 16-му избирательному округу. Партия Единая Россия в Саянске 22 мая провела предварительное внутрипартийное голосование по определению кандидатов в кандидаты от партии на выборах в Государственную Думу и в Законодательное собрание Иркутской области. Голосование в Законодательное собрание проходило по избирательному округу номер 16, куда кроме Саянска входят и другие территории – Зима, Золари и Зиминский район. В Саянске число проголосовавших на 20 часов 22 мая составило 3290 человек. Люди шли на праймерис, понимая, что их голоса могут стать решающими. Считаю, что праймерис проводить нужно. Наша партия «Единая Россия» состоит уже в партии «Единая Россия». Определяет лучших кандидатов для того, чтобы потом их выдвинуть уже кандидатами в депутаты или даже в законодательное собрание. Это же, получается, люди сами добровольно делают свой выбор, никто им не навязывает мнение. Конкретно из всех кандидатов выберут достойного. В день предварительного голосования 22 мая 2016 года в Саянске работали 4 счетных избирательных участка. В кандидаты в депутаты законодательного собрания выдвинули свои кандидатуры Владислав Буханов, президент ООО «Группа компаний труд» и председатель совета директоров агрохолдинга «Саянский бройлер», Андрей Куприн, директор по персоналу и социальной политике акционерного общества «Саянский пласт», Алексей Белов, генеральный директор ООО «ББК Девелопмент». С результатом 1803 голоса, это 54,8%, в Саянске в предварительном голосовании победил Андрей Куприн. За Алексея Белова отдали свои голоса 217 саянцев, это 6,6%, а за Владислава Буханова – 1397, 42% голосов. Пока известны только предварительные результаты голосования, однако 26-27 мая будут подведены общие итоги. Благодаря областному финансированию ремонт в Саянске детского сада номер 10 «Дюймовочка» будет завершен. 40 миллионов рублей. Такая сумма на капитальный ремонт детского сада «Дюймовочка» будет выделена из областного бюджета. Проведили совещание с застройщиком, с Петровичем Сигал, с его специалистами. Рассматривали вопрос. На сегодня объем выполненных работ 19 миллионов. Конечно, это сумма. Мы сразу рассчитаем за то, что сделано, и будем проплачивать то, что будет. Контракт на стоимость проводимых на объекте работ – 82 миллиона рублей. Ожидается, что осенью текущего года город сможет получить дополнительную финансовую помощь. Основные трудоемкие работы уже сделаны. То есть заканчивается кровля, это самое главное, облицовка фасада. И сейчас, пока летний период, застройщик будет заниматься благоустройством территории. Сдача объекта запланирована на ноябрь. И вновь о доходах чиновников. Специалисты городской администрации отчитались о своем финансовом состоянии. Опубликованы сведения о доходах в Саянской мэрии за 2015 год. В соответствии с федеральным законом о противодействии коррупции, все госслужащие в ходе декларационной кампании обязаны обнародовать свои доходы за прошедший год. На днях на сайте администрации Саянска были опубликованы сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководством мэрии, их супругов и несовершеннолетних детей. В лидерах среди собственников объектов недвижимости семья Боровских. Семь объектов у Олега Валерьевича и 44 объекта недвижимости у его супруги. Доход мэра за 2015 год составил чуть более 2 миллионов, у его жены более 52 миллионов рублей. Доходы заместителей главы администрации за год немногим превышают миллион. Похвастать огромным количеством автомобилей и объектов недвижимости они не могут. Впрочем, лишь пять чиновников из десяти, представивших сведения о доходах, в прошедшем году заработали более миллиона рублей. Доходы руководителей муниципальных учреждений также не столь высоки. Из 29 чиновников, предоставивших сведения о доходах, лишь у четырех человек доход за прошедший год превысил миллион. Завершается монтаж лифтового оборудования в многоэтажном доме номер 61 микрорайона «Юбилейный». Долгожданное событие – ввод в эксплуатацию современного лифта состоится в начале лета. Пока ведется работа по замене лифта и лифтового оборудования, жильцам высотного дома номер 61 микрорайона «Юбилейный» приходится преодолевать лестничные марши пешком. И так в течение месяца. А до седьмого этажа-то тяжело подниматься? Ну, конечно, тяжело. Особенно у меня бабушка старенькая, она не может выйти теперь на улицу. Уходим, зато это прекрасно, конечно, для здоровья, но так по привычке хочется нажать на кнопку. Работа по замене лифта отличается, которая высокими характеристиками и современным дизайном подходит к концу. Монтаж подъемника осуществляется специалистами Иркутского предприятия «Подъемник». Этот старый был, он 1,7 метра в секунду, вот этот будет метровник, он метр в секунду будет ездить с частотным приводом. Не то, что первая, вторая, а будет, как сказать, плавного торможения, плавного замедления, не будет ни стучать, ни принчать, как старые, что ехать страшно. Будет табло еще на первом этаже, как не было на этом лифте, ну, показывать, на каком этаже лифт стоит. Ну, и также несколько режимов работы будет, также режим погрузки. Замена оборудования, износ которого составлял более 80%, ведется и в машинном отделении. Станция управления уже применена в этом месте. Двигатель тоже уже поменяли. Замена оборудования, вот нового. Стало сходное устройство, освещение доделают. Сдача современного лифта в эксплуатацию состоится в первых числах июня. Городской администрации Саянска утвержден план летней оздоровительной кампании 2016 года. Организованным отдыхом, оздоровлением, трудовой занятостью в нынешнем году будет охвачено почти 7 тысяч детей и подростков. На летнюю оздоровительную кампанию 2016 года будет израсходовано более 3,5 миллионов рублей. Из местного бюджета выделены средства в размере 1,350,000 рублей. Из областного – 1,153,000. Родительская плата составит 1,100,000 рублей. Небольшое новшество, оно может быть не совсем приятно будет, это что увеличивается стоимость в лагере дневного пребывания. Она будет составлять 1490 рублей. Но это деньги, естественно, идут на подготовку, содержание лагеря и на культурно-массовые мероприятия. Среди более приятных новшеств нынешнего лета то, что в лагере дневного пребывания Дома детского творчества в этом году планируется открыть второй сезон. В июне традиционно в Саянске будет работать 8 лагерей дневного пребывания. Естественно, большое внимание будет уделено оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом направлении очень хорошо работает у нас Министерство социального развития, опеки и попечительства. Его структурные подразделения у нас здесь. Поэтому для всех желающих родителей, которые, как было доложено на первом заседании Межведомственной комиссии, путевками все обеспечены. Стартует летняя оздоровительная кампания 1 июня. В День защиты детей для юных саянцев будет организован городской праздник. Не верьте в приметы и вступайте в брак, говорят специалисты Саянского отдела ЗАГС и приглашают пары регистрировать отношения. В 2008 году 346 браков и 264 развода. При этом желающих вступить 08.08 не испугало то, что этот год високосный. Ведь именно в эту дату у нас было заключено максимальное количество, это 17 браков в день. Високосный год тому виной или причиной финансового плана, но 2016 оказался ущербным на брачные союзы. За 4 месяца текущего года специалистами Саянского ЗАГСа зарегистрирован 81 брак. За аналогичный период прошлого года отношения узаконили 104 пары. Хотя снижение числа регистрации брачных союзов можно связать и с демографической ямой 90-х, и с популярной тенденцией современности находиться в свободных отношениях, не регистрируя союз. Влияет високосный год, потому что, ну, сейчас, наверное, много строят таких предположений, да, ну, как-то пугает статистика о расторжении брака, потому что люди как-то искренне считают, что разводов у нас больше, чем браков. Хотя на самом деле это не так. Уважаемые молодожены, не нужно бояться високосного года. Мы приглашаем вас заключить брак в нашем отделе, подать заявление. Сейчас у нас идет такая акция, что все желающие подать заявление на заключение брака принимаются без очереди. Свадьба у Майи, век будешь майца, рад бы жениться, да Майя не велит. Так полагали наши предки и современные пары с ними согласны. Не нужно бояться играть свадьбу у Майи, ведь майские браки, согласно статистике, самые крепкие, утверждают специалисты. Если в среднем, наша статистика, около 30 актовых записей в месяц о заключении брака, да, ну, в среднем, если взять за год, потому что, естественно, летние месяца – это период свадеб, пик свадеб, скажем так, то Майи у нас 10. Есть пары, которые, наоборот, пожелали создать семью именно в мае, цветущем благоухающем месяце, когда даже природа напоминает невесту, одевшую кружевную фото. Саянские дознаватели стали призерами областного конкурса «Лучший по профессии». Дознаватель – это тот же следователь, только расследует уголовные дела своей компетенции. Служба дознавателя в повседневной жизни далека от романтики. В основном эта работа проходит за письменным столом или компьютером, но от этого она не становится менее важной и нужной и значимой. В областном центре прошел конкурс «Лучший по профессии», в котором приняли участие 15 дознавателей, которые добились высоких показателей в оперативно-служебной деятельности и стали победителями в своих территориальных подразделениях. В конкурсе участвовали дознаватели со всей Иркутской области. Город Саянск представлял дознаватель Кривоносова Юлия Владимировна, которая заняла третье место. Дознаватель Саянского отдела полиции Юлия Кривоносова, по ее признанию, со всеми заданиями справилась без труда. Хотя очень сильно волновалась, но чувствовала поддержку не только своих коллег, но и родных. В ходе проведения конкурса были не только теоретические, но и практические задания. Со всеми заданиями я, в принципе, справилась. Самым сложным для меня были боевые приемы борьбы, но тем не менее я их сдала. И, конечно же, мне очень приятно, что я вошла в число призеров. Полицейские из Иркутска, Братска, Ангарска, Уссуля-Сибирского, Черемхова, Зимея, также Боханского и Херид-Булагатского района, по признанию самой Юлии, были достойными соперниками. Буквально несколько баллов не хватило Юлии стать победителем. Хотя почетная бронза для саянских правоохранителей тоже отличный результат. Красные галстуки и пилотки до сих пор в моде. День пионерии в рамках фестиваля детских объединений города отметили школьники и педагоги Саянска. Били в барабан, пели пионерские песни, шутили и смеялись. 19 мая школьники и педагоги Саянска отметили День пионерии. Государственный и детский праздник, который с размахом отмечался когда-то в СССР. И сейчас он не забыт. В нашем городе уже многие годы работает Союз детских объединений, организация, которая в своей работе использует те же методы и принципы, что в свое время использовали и пионеры. После того, как в 1991 году пионерская организация распалась, саянские педагоги приняли решение создать свои молодежные объединения, что и произошло в 1995 году. Мы начали создавать во всех школах свои детские объединения. Гимназия создала Сибиричок для первых-четвертых, Швамбране для пятых-восьмых классов, Ювентус для девятых-одиннадцатых классов. Вторая школа у них в морском стиле была организация. В третьей школе были Гордомарины, Ассоль, Веселая Юнги. В четвертой школе Республика Шкид. В пятой школе действует организация «Союз интересных дел» или СИД. Эти объединения вошли в состав единой организации, которая также вошла в общегородской союз детских объединений. И все ребята и педагоги этого дружного союза отмечают День пионерии, устраивают свои фестивали, организуют интересные проекты, такие как «Суперкласс», «Самый спортивный класс» и другие. Впервые в Иркутской области проходил конкурс социальных работников, в котором приняли участие специалисты Саянского детского дома-интерната. Конкурс среди тех, кто, по сути, заменяет детям, оставшимся без родителей, семью, проводится впервые. Именно педагоги подобных учреждений, уверена директор Саянского детского дома-интерната Лариса Бухарова, должны заменить ребенку и его родителей. Разумеется, никто и никогда этого не сможет сделать полностью, но стремиться к этому необходимо. Дети, проживающие в интернатах, всегда должны чувствовать, что около них есть взрослый человек, который в любой момент поможет им, придет на помощь, ответит на волнующий вопрос, позаботится о здоровье и просто приласкает. Цель конкурса – это освещение позитивного опыта работы учреждений социального обслуживания, это знакомство жителей области с лучшими традициями, примерами учреждений социального обслуживания и, конечно же, повышение престижа деятельности работников социального обслуживания. Труд воспитателя требует большой нервно-психической напряженности. Это обусловлено как содержанием его работы, длительным пребыванием среди большого числа детей, так и огромной ответственностью, которая возложена на его плечи. Поэтому очень важно следить за состоянием своего здоровья, строго соблюдая необходимый психический режим труда и отдыха. Сегодня в Саянском доме-интернате разработаны специализированные программы. Мы представили свой опыт работы по применению новых форм реабилитационной работы с детьми. Это работа ЛФК-кабинета, работа педагогов-психологов. Мы постарались в своем видеоролике представить деятельность сотрудников социальной сферы. По словам Ларисы Бухаровой, основная цель работ детского дома-интерната – это максимальное развитие личности каждого ребенка, его индивидуальной культуры в соответствии с его возможностями, склонностями и интересами. В преддверии Международного дня музеев в картинной галерее Саянска состоялось мероприятие под названием «Культура и искусство времен Великой Отечественной войны». В июне наша страна отметит трагическую дату – 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В картинной галерее Саянска для студентов города прошел лекторий, посвященный творчеству фронтовых художников и Международному дню музеев. Искусство живет в любые времена, и даже в годы войны мастера кисти продолжали творить и создавать удивительные полотна. В годы Великой Отечественной войны были созданы потрясающие произведения искусства, которые по сей день не только тогда вдохновляли воинов, не только тогда поднимали дух людей, которые остались в тылу, но они по сей день вдохновляют, они изумляют нас. Студенты химико-технологического техникума в этот день узнали много нового – об истории музеев, о культурной жизни общества в эпоху Великой Отечественной войны, о том, каким трудом и мужеством удавалось музейным работникам сохранить экспонаты от варварского уничтожения. В годы Великой Отечественной войны музейщики все, что смогли, они упаковали, они законсервировали, вывезли в тыл. И в тылу музеи продолжали работать, проводились выставки, проводились экскурсии. Студенты также познакомились с выставкой, открывшейся недавно в галерее. Здесь представлены работы художников Иркутской области, участников и детей войны. Все произведения посвящены военной теме. В рамках мероприятия состоялся также концерт. Известный пианист и композитор Владимир Волченко исполнил лирические песни времен Великой Отечественной. Ансамбль «Экспромт» стал победителем двух престижных фестивалей. Саянским вокалистам аплодировали даже члены представительного жюри. Слова благодарности в адрес руководителя ансамбля известные музыканты размещают в интернете. Для популярного и любимого в Саянске вокального ансамбля «Экспромт» нынешняя весна началась с побед, причем весьма значимых. Сначала победной площадкой стала для саянских вокалистов сцена 8-го международного фестиваля «Джаз на Байкале», который традиционно проходит под патронажем из народного артиста России Игоря Бутмана. «Экспромт» участвовал в фестивале в третий раз. Запись своего вступления солистки отправили в Московский институт имени Гнесиных и успешно прошли во второй тур. Выступил на конкурсе ансамбль «Экспромт» всем составом и сольно две вокалистки – Олеся Кудько и Дарья Кривоносова. Жюри представляли музыканты с мировыми именами. Участники приехали из Франции, Кореи, Чехии, Китая, из разных городов России. Саянский «Экспромт» продемонстрировал в очередной раз высочайший класс и стал лауреатом первой степени. Олеся Кудько стала дипломатом конкурса, Дарья Кривоносова получила диплом лауреата третьей степени. Также настоящий фурор произвел «Экспромт» на Иркутском фестивале «Сибирь зажигает огни». Гран-при у ансамбля, гран-при у Олеси Кудько. Четыре вокалистки коллектива стали лауреатами первой степени, Аня Тугалукова стала лауреатом второй степени, Алена Картавенко получила диплом первой степени. Саянским артистом подпевал не только зал, но и члены солидного жюри. Потом мне ВКонтакте написал член жюри, что спасибо вам за девочек, спасибо вам за вашу программу, желаю вам дальнейших успехов. Я себя в этот раз переборола, комфортнее чувствовала, ощущала себя так, как будто для близких пою, и пела действительно для наших девочек, как будто вышла и просто для них исполняла свои душевные песни. Нам нужно было вот просто выйти и хорошо выступить, просто показать наш город, показать то, что мы умеем, как мы работаем. Ежегодно зажигаются все новые музыкальные звезды на сибирском небосклоне. И так приятно осознавать, что в этих созвездиях ярко сверкают и излучают свет наши саянские звезды. И одна из них – любимый горожанами экспромт. Герой детских стихов дядя Степа стал символом благородного и справедливого милиционера. Именно так назвали свой конкурс сотрудники полиции, в котором приняли участие ученики школы номер 5. В школе номер 5 проведен конкурс рисунков среди учащихся «Дядя Степа – полицейский». Как отметили педагоги, у детей сложился положительный образ бравого постового. Всех сотрудников правоохранительных органов ребята изобразили добрыми и улыбающимися. Я нарисовала картину дяди Степы. Этот персонаж мне очень нравится. Еще, когда я была маленькая, мы с мамой читали произведение, стихотворение про дядю Степу. Все работы выполнены с душой и любовью, а некоторые рисунки даже отображали реальные события из жизни юных школьников. Однажды, это было летом, мы с друзьями гуляли и перешли улицу не в положенном месте. Мы с друзьями перешли, а мой товарищ задержался. Мы ему с друзьями кричали «Беги, беги!». Он побежал, его сбила машина. И он поэтому попал в больницу. Теперь я правил никогда не нарушаю. Сам конкурс ежегодно проводится в преддверии Международного дня защиты детей направлен на формирование позитивного общественного мнения о деятельности полиции и снижение ДТП с участием юных пешеходов. Ученики нашей школы принимают активное участие в конкурсе дяди Степа Постовой, который проходит по области. Но для нас главное не только принять участие в этой акции, а добиться того, чтобы ребята соблюдали неукоснительно правила дорожного движения. Как отметили педагоги и сами автоинспекторы, после подобных мероприятий дети реже нарушают правила поведения на проезжей части. Люди, соблюдайте правила дорожного движения. Это очень важно. Если вы не будете их соблюдать, то вы можете попасть в страшную аварию. Большую помощь в работе автоинспекторов оказывают юные инспекторы ЮИД со своими сверстниками. Они регулярно повторяют дорожную грамоту, рассказывают, как правильно вести себя в различных дорожных ситуациях и какие дорожные ловушки могут подстерегать на проезжей части. Соблюдайте правила дорожного движения! Областная спартакеада учеников коррекционных школ региона прошла в Саянске 24 мая. На открытии спортивного мероприятия побывала и наша съемочная группа. Команды спортсменов Саянска, Зимы, Нижнеудинска, Тулуна и поселка Целинные земли приняли участие в областной спартакеаде среди воспитанников школ-интернатов, которая прошла в Саянске 24 мая. В четвертый раз в конце учебного года наш город принимает гостей этого спортивного мероприятия, ставшего уже традиционным. Для спортсменов нет преград. И очень хочется пожелать вам всем успехов, удачи и надеяться, что победит дружба. Пожалуй, именно дружба воспитанников интернатов региона – главный итог спартакеады. Новое знакомство, яркие впечатления от соревнований, радость от призов и подарков. Нечасто детям, воспитывающимся в социальном учреждении, выпадают столь бурные эмоции. Участвую в этих мероприятиях около четырех лет. Мне очень нравится. Я принимаю довольно позитивные чувства от этих соревнований. Мне довольно очень все нравится. Призы, руководство, организаторы. Я уже занимаюсь спартакеадой второй год. Мне нравится заниматься, здоровье поддерживаю, чтобы вперед идти. 24 мая для воспитанников интернатов региона были проведены соревнования по футболу и легкой атлетике. Около сотни человек приняли участие в областной спартакеаде 2016 года. Впрочем, занимающихся спортом ребят намного больше. В Саянск приехали лучшие спортсмены. У нас всегда проводится отборочная соревнования внутришкольная по классам. Мы отбираем определенный возраст, соответственно, смотрим результат. И только тогда мы выставляем команду, которые, те дети, которые, скажем так, достойные победы. И они принимают участие в этих соревнованиях. Домой все участники соревнований вернулись с призами и подарками, предоставленными спонсорами мероприятия. Сегодня в нашей рубрике «Люди говорят» дети и взрослые рассуждают о Дне славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая. Здравствуйте! Сегодня отмечается День славянской письменности и культуры. Это праздник христианского просвещения, родного слова, родной книги, литературы, родной культуры. Долгое время он был незаслуженно забыт, но в 1986 году был возрожден благодаря писателю Виталию Маслову. С 1991 года указом президента Российской Федерации празднику присвоен государственный статус. Сегодняшний опрос посвящен Дню славянской письменности и культуры. Скажи, пожалуйста, кому посвящен этот праздник? Этот праздник посвящен Кириллу и Мефодию. А кто такие Кирилл? Это создатели славянской азбуки. Этот праздник отмечается в нашей стране, в России, как государственный в 1991 году. А на самом деле самое первое празднование было в 1863 году, когда Священный Синод России предложил праздновать этот праздник, как в день тысячелетия муравской миссии Кирилла и Мефодия. Этот праздник отмечают. Нас знакомят книгами, мы с ними тоже знакомимся и их читаем. Миш, зачем вообще нужен такой праздник в День славянской письменности и культуры? Наверное, чтобы поздравить людей, которые создали нашу азбуку. А еще кого-нибудь в этот день можно поздравлять? Да, наверное, учителей, каких-нибудь писателей. Что ты знаешь о празднике? Ну, то, что в этот день Кирилл и Мефодий создали первую азбуку. Это братья из Греции, которые перевели на славянский язык богослужебные книги. И самое первое, самое главное, конечно, это славянская азбука. В древности наши прабабушки и прадедушки изучали его первую азбуку. Первую азбуку. Он сочинил ее для нас, чтобы мы изучали буквы. Маленькие малыши, которые перешли в первый класс, научились читать, писать. А ты не знала до сегодняшнего дня, что есть такой вот праздник замечательный? Да, знала. А кто тебе не рассказал? Мне рассказала моя прабабушка, которая живет в Ангарске. Знаешь ли ты каких-либо славянских авторов? Да. Валентина Егорова, это она песни пишет. И это все новости на сегодня. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok